Приветствую вас, дорогие братья и сестры, друзья! Друзья, последний день перед Великим Постом, а это нынешний воскресный день, всегда назывался в быту Прощенным Воскресением. В этот день читаются в храмах слова Христа. «Если вы не простите от сердца прегрешений друг другу, и Отец ваш Небесный не простит вам прегрешений ваших». Вечером сегодня, в самый канун Поста, совершается в наших церквях вечерний щином взаимного прощения. Так что мы вступаем в пост в этот удивительный период очищения, углубления, покаяния, освящения нашей жизни примиренными друг с другом. И здесь замечательные слова Феофана Затворника, который говорит. «Посмотри, какой простой и подручный способ спасения. Прощаются тебе согрешения под условием прощения при грешении против тебя, ближнего твоего. Сам, значит, ты в своих руках, переломи себя и от немирных чувств к брату перейди к искренним мирным». Но где начало этого перелома? В пробуждении совести. Совесть есть та таинственная глубина нашего сознания, из которой приходит к нам раскаяние. Искреннее желание очищения, возрождения, исправления – именно раскаяние. Этот голос совести, голос Божий в нас и приводит нас, как к первому шагу на пути очищения, к желанию простить и быть прощенным. Вот к этому самому прощенному воскресению. Но почему? Почему именно прощение и жажда прощения с такой очевидностью входят в нас одновременно с пробуждением совести, как первое ее требование, обращенное к нам? Да потому, конечно, что совесть и являет нам самую сущность зла и неправды, как разделение, как вины перед другими. Достоевский устав старца Зосимы сказал, «Каждый перед всеми во всем виноват». С первого взгляда эти слова кажутся нам не только каким-то нестерпимым преувеличением, но, может быть, и попросту абсурдом. В чем же я виноват перед другими? Как бы обиженно, надменно и обиженно спрашивает наш разум, наше внешнее сознание. Что же касается морали, то она, пожалуй, согласится признать, «Да, кое в чем, перед кем-то я действительно провинился», но тут же успокоительно прибавляет она. «А так живут все. А разве без этого проживешь?» Оставим разум его недоумению. Оставим даже и мораль ее объяснением и оправданием. Послушаем совесть. Там, глубоко-глубоко внутри нас, где тихий, но такой твердый, такой беспощадный голос говорит. «Виноват». В чем это вина? Нет, не в одиноких обидах и ссорах, действительно, пожалуй, неизбежных, не в поверхностных пререканиях, не в мелочных раздражениях. Нет, это вдруг ставшая для меня такой очевидной вина в другом, в самой моей жизни, насквозь пронизанной себя любием. И это значит, сосредоточенное на мне самом, и это значит, отдаленное от другого, от других, превратившихся только в средство. Даже когда мы любим, любовь эта изнутри так часто отравлена, искалечена самостью, как если бы и в любви мы хотели любимого только для себя. Совесть. И только совесть. Вдруг с беспощадной ясностью являет нам весь мир, как борьбу всех со всеми, как постоянную самозащиту, и потому нападение, как арену животной борьбы каждого за то, чтобы выжить. Мы думаем, что враждуют, ненавидят, проливая кровь другие, государства, народы, правительства. И с какой легкостью, подогреваемые СМИ, фейками, во всех ее проявлениях, мы всех и вся критикуем. Мы всем являемся экспертами и судьями. Но посмотрим в себя, и мы в себе найдем первоисточник того разделения, той борьбы всех со всеми, в котором проходит и на которую уходит порой вся жизнь. И только ощутив, осознав это, начинаем слышать мы внутренним слухом правду слов. Каждый перед всеми за все виноват. Как и начинаем слышать правду других слов, сказанных некогда преподобным Серафимом Саровским. «Спаси себя, и споксутся вокруг тебя тысячи». «Спаси себя». Но это и значит «спаси себя» прежде всего от этого изначального порабощения разделению, от этой внутренней отделенности от жизни, от людей, от ведомого или неведомого состояния борьбы, в котором живем мы. Простить, быть прощенным. Ведь это и есть поворот. Поворот от разделения к единству, от вражды к любви, от отделенности к соединению. Но простить – это совсем непросто. Как мы часто говорим, перестать обращать внимание на недостатки других или еще хуже, махнуть рукой на других? Это ли не равнодушие, не презрение, не цинизм? Простить и быть прощенным может только тот, кто вдруг со всей силой осознал весь ужас отсутствия в мире любви, все бездонную печаль того одиночества, на которое в своем самоутверждении и себя любви обрек себя человек. Все это выражается, все это звучит в молитве, с которой обращается церковь в прощенное воскресенье. Не отврати лица твоего от отрока твоего, якоскорблю. Вот она, та светлая печаль, которой одной постигаем мы в конечном итоге и корень, и сущность, и силу зла. Холод сердец, иссякание любви, торжество в мире одинокого и на одиночество обреченного самоутверждения. Мольба о прощении, жажда быть прощенным. Как маленький ребенок, провинившийся перед матерью, тоскует о потерянной ее любви, так и каждый из нас узнает, что с этого обращения души, смягчения сердца, с этой жажды примирения начинается в нас разрушение зла. Только здесь, в силе совести и жажде прощения и в обращении души начало нашего духовного возрождения. И здесь мне вновь желанные слова Феофана Затворника «Прощенный день, какой это великий небесный день Божий, когда бы все мы как должно пользовались им, то нынешний день из христианских обществ делал бы райские общества, и земля сливалась бы с небом». Да поможет нам Господь достичь хоть одной ступеньки на этом пути к небу. в это время спасительного поста Господнего. Субтитры создавал DimaTorzok